А сегодняшний выпуск мы предлагаем начать с кое-чего интересного. Предлагаем вашему вниманию канал Кабина Тест. Автор этого канала является действующим автоспортсменом. Гоняет кольцо, ралли, летает на самолете. И кроме всего этого у него руки растут из правильного места. И на своем канале он делится опытом не только в виде тест-драйва, но еще и о постройке разнообразных корчей. И вот как раз в настоящий момент вы можете найти там интересный проект, по постройке кольцевой Е21 группы А. Как всегда, все ссылочки в описании. Проходим, подписываемся, смотрим, получаем удовольствие. Ну а мы едем дальше. 6 часов утра. Промзона маленького областного центра. А помните, раньше на предприятиях устанавливали специальные сирены, которые должны были оповещать рабочее население о начале нового прекрасного трудового дня. Так вот, у нас есть кое-что получше. Друзья, это Ford Mustang Shelby GT500. У нас под капотом 600 лошадиных сил. И мы начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok Когда мы только начинали снимать этот тест-драйв, мы и предположить не могли, что для нашей команды это станет целым испытанием. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы чувствуете, что вы знаете каждый квадратный сантиметр своего Shelby, если ваша нервная система слилась воедино с ним, то не забывайте, что Shelby будет терпеливо ждать, пока вы расслабите свои булки и допустите какую-нибудь ошибку. И моментально вас за это накажут. То же самое произошло и с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, дело в том, что на наших дорогах вы очень часто можете найти вот такую вот штуку. Дело в том, что обычные люди называют это камешками, а водители называют это гравием. Однако, если вы едете на заднеприводном автомобиле, да еще и боком, то эта штука называется без шансов. И вот, зайдя на очередной круг шире, чем положено, Shelby под своим задним правым колесом почувствовал штуку под названием без шансов. И он как бы сказал, да дружище, наверное, пока посиди за рулем, отдохни, если хочешь, можешь его покрутить, а я отправлюсь навстречу вон с тем бордюром. Вы хотите посмотреть, как это было? Я более чем уверен, что хотите. Спасибо. Закончив свой неравный бой с железобетонным изделием, Shelby отправился на станцию технического обслуживания на эвакуаторе. На следующий день на станции технического обслуживания уже вовсю шли работы по восстановлению Shelby. К счастью, нужный комплект запчастей оказался под рукой. И в одном из разговоров с владельцем автомобиля он с загадочным выражением лица поинтересовался невзначай, собираемся ли мы заканчивать видос. Конечно же мы продолжаем, по любому, что продолжаем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Доработанный экземпляр 600 лошадиных сил. Друзья, я должен отметить следующее, что если вы не понимаете философию построения конкретно этого автомобиля, а даже если и понимаете, то вы по каким-то причинам к ней не готовы, то вам этот автомобиль категорически противопоказан. Нередки те случаи, когда люди отказывались от своих послушных немцев, японцев, садились восхищенные внешним видом за руль Shelby, Mustang и буквально через два месяца они уже были вынуждены их продавать, потому что они были не готовы к этому автомобилю, потому что они от него ждали совсем другое. Садясь за руль Mustang Shelby GT500, вы должны понимать, что цель у этой машины одна, чтобы ваш организм хронически, постоянно, нон-стоп вырабатывал адреналин. Это реально машина для законченных адреналиновых наркоманов. Реально в этой машине каждый поворот, каждый маневр, каждый разгон, это как вызов. И фишка заключается в том, что когда вы на любой другой спортивной машине проходите какой-нибудь поворот, вираж, вы радостно анализируете то, насколько вы красиво прошли этот поворот, насколько вы его качественно отработали. Когда же вы этот поворот проходите на Shelby, в конце этого маневра у вас всегда есть вздох и осознание того, что yes, я выжил. Если все-таки на Shelby посмотреть более глубоко, а не так, как на простой кусок какого-нибудь американского железа, то можно найти 4 основных составляющих. Прежде всего, это 600-сильный V-образный 8-цилиндровый двигатель. Затем правильная, честная, 6-ступенчатая коробка переключения передач. Абсолютно честный и, я даже скажу, примитивный задний привод. И самая главная составляющая, это тот человек, который сидит за рулем этого автомобиля. И не дай бог ему в этой связке, в этой цепи оказаться слабым звеном. Какая необычная штука происходит за рулем Shelby. И причем это произошло со всеми членами нашей команды. Ты наступаешь на педаль газа, ты понимаешь, что машина еле-еле контролируется. Тебе дико страшно от этого, но что происходит? Ты ни в коем случае не в силах отпустить эту педаль. Ты продолжаешь дальше вдавливать ее в пол, и наступает некое состояние какого-то наркотического или гормонального опьянения, как хотите. После чего, в конце концов, ты заставляешь себя остановиться, сидишь в машине, абсолютно обессиленный, и ловишь этот приход. И это ни с чем не сравнится, абсолютно ни с чем. Это не машина, которая не рулится, это машина, которая сложно управляется. Это реально заводит. Перед вами стоит какая-то задача. Постоянно его нужно ловить, постоянно нужно что-то контролировать. Вы можете, конечно, расслабиться, вы можете сказать, да я ж могу на этой машине ехать спокойно, я могу не наступать на педаль газа, я могу вообще просто вести себя как порядочный водитель. Но я тогда задам вопрос, а вы уверены, что вам нужен Шелби? Давайте разберемся, почему же Шелби так сложен в управлении. Прежде всего, это неразрезной задний мост. У нас под капотом 600 дерзких лошадей, машина 2008 года, и сзади у нас неразрезной мост. Форд плевать хотел на все технологии. И поэтому у этого автомобиля, в общем, неразрезной мост. Здесь, конечно, в нашей версии стоит усовершенствованная тяга Panara. Она из двух частей. Заменена задняя крышка, где есть специальное крепление с сайлентблоками дополнительными. И тяга Panara состоит у нас из одной части, и вон дальше вторая часть. Второе. Это большая масса автомобиля. 1840 килограмм. Масса автомобиля с пустым баком и без водителя. Американская концепция в действии. Это одна из составляющих. И третье. Это настройки рулевого управления. Обратите внимание, при вот таких движениях руля, с траекторией движения автомобиля ничего не происходит. Она как была прямой, так прямой и остается. Для сравнения, японские или немецкие спортивные автомобили, при такой амплитуде движения руля, метались бы из стороны в сторону минимум на метр-полтора. Отдельное слово хотелось бы сказать о системе трекшн-контроля, которая устанавливается в этой машине. Для сравнения, в немце трекшн-контроль нужен для того, чтобы машину не развернуло. То в этом автомобиле трекшн-контроль нужен для того, чтобы машину не развернуло больше, чем на 360 градусов. За что вы переплачиваете деньги, когда покупаете шелби вместо мустанга? Прежде всего, это силовой агрегат. Это V8 с компрессором, который с завода идет мощностью порядка 540 лошадиных сил. Наш конкретный экземпляр, я думаю, на махевике имеет приблизительно под 600 сил. На колесах, сколько я не знаю, можно отнять там 17-20% и получится у нас мощность на колесах. Но я вынужден сказать, что этого более чем достаточно конкретно для этого экземпляра. На самом деле, что касается тюнинга, то эти моторы действительно очень перспективные. Мы еще заедем в одно специальное место для того, чтобы показать, что можно сотворить с вот этим вот двигателем и какую мощность с него планируют снять люди. Это будет немножечко позже. А так, по заверению ребят, с которыми мы общались, общались мы с очень правильными ребятами. Это компания G-Tuning в городе Киев. Они нас очень крепко проконсультировали и по шелби, и по мустангам в целом, потому что найти информацию об этом автомобиле даже на просторах всей интернета не так и легко. Они рассказали нам очень много интересных моментов, а о американских маслкарах они знают более чем достаточно. Ссылочку, кстати, на их сайт вы сможете найти в описании под видео. Так вот, что сказали ребята? Что по шелби самый дешевый мотор, который можно свапнуть до 800 лошадиных сил. Это обойдется вам всего лишь в каких-то 7 тысяч долларов. То есть, если у вас есть на кармане 7 косарей, вы приезжаете к пацанам, вы приезжаете на моторе в 540 сил и уезжаете с двигателем, у которого мощность уже в районе 800 кобыл. Единственный вопрос, что с ней делать, с этой мощностью, я пока не понимаю. Не понимаю, потому что если бы я начинал бы тюнить этот автомобиль для того, чтобы достичь каких-то результатов в автоспорте, то я, наверное, бы начинал все делать с подвески и с облегчения. Значит, по проблемам по этому мотору, значит, по двигателю конкретно за все время у ребят не встречалось ни одного экземпляра, у которого было бы дымности заливной горловины, или мотор поджирал масло, таких экземпляров еще не было. Поэтому моторы очень живучие. Единственное, что может уложить этот мотор, это, естественно, низкооктановый бензин, который будет постоянно и хронически вызывать детонацию. Поэтому, если вы сюда будете лить низкооктановый бензин по привычке, знаете, как все привыкли, что если американец, то можно вторым бензом его накормить, и будет ему счастье. Здесь так не проходит. Оптимальный бензин для этого мотора – это 98-й. В принципе, больше каких-то других технических проблем по этому мотору замечено не было. Хотелось бы отметить очень слабый выжимной подшипник на Карабасе. Почему? Потому что крутящий момент большой, а подшипник здесь выжимной стоит точно такой, как и установлен на обычном стоковом, даже не Шелби, а Мустанге. На Мустанге, на Мустанге GT. Точно такой выжимной подшипник стоит и здесь. А сцепление здесь стоит уже двухдисковое, усиленное. И, соответственно, выжимной подшипник попал под категорию «слабое звено». И его периодически хватает на 40 тысяч километров пробега, а может даже и меньше. В этом месте обычно стоит табличка с именем мастера, который его собирал. Потому что, я думаю, для вас не секрет, что все двигатели для Шелби собираются вручную, в лучших традициях любых спорткаров. Но, к сожалению, на данный момент табличка покинула свое законное место и находится в офисе у хозяина этого экземпляра. Второе. Это другая подвеска. Прежде всего, это жесткие пружины, это жесткие стойки. Дальше. Естественно, это стабилизатор поперечной устойчивости, который тоже гораздо жестче. Следующим моментом идет эта тормозная система. На Шелби устанавливается с завода тормозная система «Брембо». Я, конечно, не скажу, что она работает идеально. Как-никак вес у автомобиля практически под 2 тонны. Но, тем не менее, судя по переднему колесному диску, можно сделать вывод, что тормозилки реально работают хорошо. Вот так вот проводим пальчики и видим результат. Это все пыль с тормозных колодок. Следующее. Абсолютно другая коробка переключения передач. Значит, на Шелби ставится только механическая коробка переключения передач фирмы «Тримек». И она гораздо прочнее, чем та механика, которая устанавливается на обычный стандартный «Мустанг». Дальше. Соответственно, отсюда другой задний редуктор. Он содержит в себе блокировку LSD, limited slip differential, дифференциал повышенного трения. Вот как это будет по-русски, я вспомнил. И, соответственно, другие передаточные числа. Также одним из основных отличий Шелби от «Мустанга» является двухдисковое усиленное сцепление. Но, естественно, инженерам нужно было это сделать для того, чтобы держать всю эту мощь, которая вырывается у нас из-под капотного пространства. На Шелби устанавливается посреди выхлопа X-pipe, так называемый. На «Мустанге» устанавливается H-pipe. Немаловажным отличием также являются обвесы, которые устанавливаются на Шелби. Это другой капот, бампера и, естественно, салон. Здесь другое рулевое колесо, другая приборная панель, другие сидения. Выхлоп заслуживает отдельного внимания. Нередки те случаи, когда в жизни случается некий дисбаланс. Получается очень часто так, что, к примеру, вы видите мощный, красивый автомобиль, который способен показать хорошие результаты, но, к большому сожалению, он не звучит. И бывает противоположная ситуация, когда вы слышите красивый, мощный рев, смотрите на автомобиль и просто недоумеваете от того, что он реально едет раз в 10 медленнее, чем вы ожидали. У Шелби звук выхлопа красив только на определенных оборотах. Дальше он просто ввергает вас в состояние ужаса. Как я сегодня говорил своим коллегам и друзьям, он просто нарезает вашу душу такими тонкими-тонкими слайсами, если можно так выразиться. И самое главное, что выхлоп полностью соответствует характеру автомобиля. Тютелька в тютельку. Каждый децибел этого выхлопа соответствует каждой лошадиной силе, которая спрятана здесь под капотом. Друзья, несмотря на все наши восторженные возгласы о мощности этого автомобиля, о его харизме, о его неординарности, о тех эмоциях, которые он вам дарит, этот автомобиль не лишен недостатков. И недостатки здесь есть достаточно серьезные. В первую очередь, что бросается в глаза, это абсолютно нечитабельность приборов. Здесь ничего не понятно ни с тахометром, ни со спидометром. В принципе, если вы движетесь в режиме овоща, то у вас будет время сюда посмотреть, увидеть стрелку, что она там показывает, какие цифры. Но в принципе, в этом режиме вам эти показания абсолютно не нужны. Но как только вы начинаете наваливать, вам абсолютно становится ничего не понятно. То есть вы не понимаете ни оборотов двигателя, ни скорости. Единственное, что спасает, это лампочка Shift Light, которая выполнена здесь в виде логотипа SVT, когда вам нужно переключаться. Следующий минус, это маленького объема топливный бак. Его объем чуточку больше, чем 60 литров. Если вы на Shellby ездите правильно, то далеко вы на этом баке не уедете. И были случаи, когда люди устанавливали специально дополнительные баки. Если говорить о расходе, то по заверению владельцев, а мы знаем, что не все владельцы выдают правдивую информацию о расходе, этот автомобиль с его V8 под капотом, с компрессором в городе в режиме бреющего полета кушает порядка 20-22 литров. Если вы будете топить, то эта цифра начнет стремиться к бесконечности. То есть 30 это вообще не вопрос, не проблема. Четвертый вопрос, который касается именно нашей заряженной, ожесточенной версии в виде Shellby GT500, это вот те вот продольные рычаги, о которых мы говорили на станции техобслуживания. И проблема заключается в том, что из-за этих рычагов в этих местах клиренс просто ничтожен. Ничтожен. И заезд на любую смотровую яму или переезд через какой-нибудь бордюрчик или возвышенность периодически переходит в какой-то квест. Ну и пятое, наверное, одно из важных таких замечаний, это то, что зимой об этом автомобиле вы должны забыть вообще. Вот вообще. Потому что ничего с ним на скользком покрытии вы сделать не сможете. Он будет двигаться туда, куда ему будет хотеться ехать в данный момент. Все. Еще одним недостатком, который бы мы могли озвучить, это вот этот вот, мягко говоря, недорогой пластик, которым укрыта вся поверхность салона. Но мы не будем относить это к минусам по одной простой причине, что вам это все абсолютно не надо. И будь тут просто железные металлические поверхности, выкрашенные какой-то краской, вы бы сюда не смотрели и не обращали на это внимания. Поэтому просто забьем. По органам управления. Посадка в автомобиле очень удобная. Ковши с боковой поддержкой держат хорошо, сидеть удобно, комфортно. Руль регулируется только по высоте. Но, тем не менее, до него достать достаточно просто. Нога на педали газа находится в удобном положении. В общем, вы чувствуете себя здесь комфортно. И ехать можно в таком режиме очень далеко. По эргономике салона. Я думаю, что это понятие здесь неуместно. Здесь есть какие-то кнопки. Я вижу вот кнопка ресет и кнопка включения кондиционера. Но хозяин автомобиля подумал, что 600 лошадей это не такой уж большой табун. И нечего этих лошадей тратить на какой-то там кондиционер. И он просто его отсюда выбросил. Друзья, если у вас вдруг, ненароком, где-то в гараже завалялся мотор от Shelby, то не торопитесь его выбрасывать. Возможно, вы сможете найти ему какое-то более достойное применение. Пойдемте посмотрим. Вот он, этот агрегат. Мотор Shelby объемом 5,4 литра. Естественно, здесь от самого мотора не осталось практически ничего, кроме блока цилиндров, ну и возможно гильз. Все остальное позволяло в прошлом году этому аппарату иметь мощность 1100 лошадиных сил. В этом году автор этого проекта и по совместительству владелец нашего Shelby планирует выйти на мощность 2000 лошадиных сил и выехать квотер из 8 секунд. Мы обязательно в этом году снимем новый видос про этот проект. В прошлом году мы уже снимали такой видос. Вы можете найти ссылочку в описании. Про этот проект можно говорить, конечно, очень долго. Самое главное здесь, конечно, для человека неискушенного две вот такие замечательные выхлопные трубы, которые издают очень громкий звук. Две турбины BorgWarner, которые дуют 2,5 бара. Ну и куча всяких ништячков. Сейчас мы будем заниматься самым бесполезным и ненужным делом. А именно делать наши стандартные классические замеры с автомобилем Ford Mustang Shelby GT500. Объясню, почему бесполезным. Да потому что первая, вторая и третья передача автомобиль едет в буксе. И для того, чтобы его, ну, хоть как-то более-менее реально замерить, для этого нужно выехать на какой-нибудь нормальный драг-стрип и на клеевом покрытии сделать нормальные человеческие замеры. Но ввиду того, что мы не имеем такой возможности, мы все равно промеряем. И поэтому сразу вам говорю, что результаты будут далеки от реальных, от тех результатов, на которые реально способен этот автомобиль. Будем пробовать. Для начала попробуем немножко резину прогреть. Ну, а там, я думаю, может быть чуть-чуть больше зацепа и появится у нас. КОНЕЦ 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 Я более чем уверен, что в группе товарищей будут интересны результаты нашего внезапного и спонтанного краш-теста. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Какие у нас потери? Прежде всего бордюр. Цена неизвестна. Теперь дальше, согласно списка, ступичный подшипник вместе со ступицей 168 долларов, рулевая тяга 86 долларов, шаровые опоры, которые можно купить только парой, и здесь шаровые опоры не простые, а не обычные, удлиненные, то цена за пару будет 187 долларов. Дальше, поворотный кулак. Если вы купите себе новый, это вам станет в 470 баксов. Если же попробуете найти бушку, то вы за нее отдадите 260 долларов. Также у нас минусами пошел колесный диск, цена на него пока еще неизвестна, и вышла из строя передняя правая стойка. Цена на нее тоже еще пока неизвестна. В общем, работаем в поте лица, товарищи. Ура! Отношения к Shelby GT500 достаточно неоднозначные. Многие люди критикуют его за плохую управляемость. Для кого-то в этом автомобиле есть очень большое количество слов «слишком». Слишком мощный, слишком громкий, слишком страшный, слишком сложный. Таких людей тоже очень много. И они, как правило, восхищаются этим автомобилем на расстоянии и боятся даже подходить к нему, что в принципе правильно делают. Многие люди, однажды купив его, в нем дико разочаровались и в ближайшее время постарались от него избавиться. И только единицы, сев однажды за руль и реально поняв, что он из себя представляет, уже никогда не променяют его на другую машину. Рекомендует ли суммы Racing Team Ford Mustang Shelby GT500? Да это вообще абсурдный вопрос. Реально абсурдный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова